Всем большой привет! Добро пожаловать на канал! Помыли в подъезде полы хлоркой. Воняет, даже глаза режет. Всем хорошего рабочего настроения. Сегодня понедельник, я еду на работу. Вчера я работала во вторую смену вечером с Настей, поэтому сегодняшний день у меня с 11.30. И в 9 часов я просыпаюсь, у меня такое сообщение, что меня ждала клиентка в 9 утра. 8.45 она мне писала, чтобы отъехала пораньше. А она вообще-то у меня записана только на следующей неделе, в понедельник, 26 числа. Сегодня 19. В общем, она пришла, написала мне, что не может мне дозвониться, достучаться, и что она уезжает. А потом, попозже было еще сообщение о том, что на 26 число тоже запись отмените. В общем, она перепутала, сама обиделась. Запись отменила следующую. Сегодня понедельник, и у меня эта неделя загружена вся. Каждый день по два, по три клиента и по несколько услуг. Духотеня. Вот мне кажется, сейчас нужно прямо на распашку окна открыть, потому что очень жарко, очень-очень жарко. Мы вчера с Максом опять разговаривали насчет кондиционера. Он говорит, ну давай маленький какой-нибудь, копиан поставим. Можно поставить на козырек, потому что козырек с окна выходит. Вот такой вариант, но это будет в той комнате. Как-то сюда вот надо тогда стены вот штробить, чтобы сюда вывести. Не знаю даже как. Вот сюда было бы удобнее, но здесь такая стена, что никто не вешает туда. Можно как-то это согласовать, наверное. Как мне открыть? Дыграться. Пока так. А что делать? Пока солнце не бьет в окна, но пока так. Пусть все проветрится. Продышится. Кстати, тапки вчера клиентка заценила. Правда, через какое-то время ноги потеют, и они начинают прилипать к этим шлепкам. Но уж лучше так, чем к полу прилипать. Правда же? Кюретка, которую я купила вчера, смотрите, она и по размерам меньше. Ее будет удобнее в моей узы-мойке мыть. Потому что вот эти они... Я сначала одним боком кладу, потом другим боком кладу. А это она прям вся вот так ляжет в корзинке. Блин, девчонки, заказала повторно фрезы, которые мне понравились. Вот смотрите, вот эта фреза, которая вот... Прошлая моя покупка с Wildberries. И я вам нахваливала. Заказала же эти же фрезы. И посмотрите на кончик. Он уже другой. То есть он какой-то вот... Ну, не знаю. Короче, фрезы у них отличаются. Так что если кому-то придет не такая фреза, то это не я виновата. Я вам хорошие фрезы рекомендовала. Клиентка пришла. Угу, ладошками. Хочу овак и втиху. Там угол отбился, что в один. Угу. На что втирать будем? На молочный какой-то или какой-то сверху? Ну да, сейчас я это не знаю, покажу вам. А, фотография есть, да? Да. Угу. Да, его же можно втирать типа по... Ну, по разной интенсивности, по разной плотности еще. Насколько я прицел бы. Ну, она просто перламутровая, а цвет вот можно подобрать. Хорошо. Вот этот цвет красивый. Тогда длину оставляем, да, Хельцов? Или какая-то длина? Ну, я думаю, да. Длину, можно чуть-чуть покороче. Не на то, что отраска еще покороче. Чуть-чуть покороче, и добавлю. КОНЕЦ 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 Первую клиентку отпустила. Мы справились за полтора часа. Клиентка записывалась на маникюр с дизайном Но в итоге дизайном оказалась втирка Но втирка у меня оказалась не та, какую она хотела Она мне показала фотографию И на фото там была втирка такая Более какая-то перламутровая, пудровая такая А у меня она более прозрачная И типа в корейском стиле Вот когда хочешь найти что-то корейское, ничего не найдешь А когда ты этого не ищешь, оно бац и откуда-то появляется Я на типсах пробовала эту втирку, она по-другому смотрелась А на ногтях совершенно по-другому Но если так не придираться, то смотрится очень красиво Клиентке тоже понравилось Она так руку вытягивает, смотрит И под разным наклоном Там она переливается от фиолетового до желтого Розовый, фиолетовый, желтый Вот как-то вот так вот В общем, ей понравилось Если ей понравилось, то мне тоже понравилось У меня сейчас есть полчасика Мне нужно подкрепиться Дальше у меня будет сложная клиентка, сложные ручки Потому что работать нужно только тупой фризой В противном случае будет больно и неприятно Будем делать ручки и сразу ножки Ножки тоже не из легких Поэтому я пойду подкреплюсь И будем наводить красоту Я поела, стала добрая Хочу поотвечать на ваши вопросики с телеграм-канала Был вопрос по поводу желтого гель-лака, что не просох Почему? Гель-лак Фиора, кстати У меня с прошлыми лампами тоже была такая история Особенно на больших пальцах Но вот с этой лампой, которую я покупала на Алиэкспресс Sun One Все просыхает хорошо Но единственное, конечно же Я понимаю, что желтый гель-лак это проблемный гель-лак Поэтому нужно наносить в очень тоненький слой Не люблю желтые гель-лаки Я вам уже об этом говорила Но меня никто не спрашивает Если клиенты просят, нужно красить Поэтому с неохотой Но делаю Делаю белую подложку И потом в три тоненьких слоя я наношу желтый гель-лак По-другому никак у меня не получается Хочется, конечно, выровнять слоем чуть побольше, потолще Но этого делать нельзя С желтыми и с черными оттенками Один интересный такой комментарий я прочитала Девочка писала, что она на каком-то обучении была И там юристы консультировали их по поводу предоплаты Что если запись не состоялась Сейчас предысторию расскажу немножко В общем, была история Опять-таки коллега скидывала в чате Что клиентка записалась и не пришла И, соответственно, требовала вернуть предоплату На что девочка прокомментировала Как разъясняют юристы Если услуга не была оказана То предоплату нужно вернуть Это я тоже где-то читала Что предоплата возвращается, если услуга не оказана Потому что деньги вносятся за предполагаемое оказание услуги Но если услуга не оказана, деньги должны вернуться Но есть такая маленькая хитрость Как сами же юристы подсказывают Что можно брать деньги за бронирование места Это тоже такая как бы услуга, которая оказана Даже если клиент не придет То услуга оказана Место за ним держали Клиент не пришел Соответственно, услуга оказана И деньги не возвращаются Так что можно назвать это не предоплата За услугу какую-то Для новеньких, я имею в виду, клиентов А там, допустим, за бронирование места Вот такая вот подсказочка от юристов Вот Что еще интересненького было? Хочется подсмотреть еще какие-то вопросики Но на этот телефон снимаю Потому что здесь уже памяти уже нет Снимала маникюр Я даже не знаю, как я там снимала Высоко задрала телефон Чтобы он мне не мешался, всю процедуру Но мне вот хотелось именно весь процесс снять от и до Чтобы посмотреть со стороны, где я теряю скорость Был еще такой вопрос Как ускориться в работе Хорошо помогает журнал Либо тетрадка какая-то Все по пунктам Расписывайте Снятие Опил Маникюр Там, допустим, выравнивание Покрытие гель-лаком Дизайн Покрытие топом Да, придется отвлечься первое время Записывая все вот эти вот циферки Время Там либо таймер На телефоне, кстати, тоже можно Но потом, как разобраться Там, когда что Вы нажали Вот И телефон гаснет без конца У меня, во всяком случае Вот Ну, в общем, что-то можно придумать Чтобы понять, где вы тормозите И потом проработать это Еще хотелось бы поделиться Своими планами на будущее Но, как говорится Хочешь насмешить Бога Расскажи о своих планах Ладно, назовем это не планами А мечтами Плавно перетекающие в цель Которую буду стараться достигнуть В общем, в августе Ну, вот после отпуска Как приедем Я хочу пойти Учиться на На подолога Там есть два курса Один длится три дня По-моему, это просто Введение в подологию Обработка пальчиков Обработка Дисками Пяточек Ну, знаете, такое вот Поверхностное Просто вот Такие вот самые Такие элементарные Потребности Да, можно выполнить Стоит этот курс Соответственно, побюджетнее И есть второй вариант Я забыла, как называются Очные курсы Школа Пэриснейл В Москве Стоит Вот в прошлом месяце Вот я смотрела 45 тысяч было Сейчас уже 50 тысяч Но у них периодически Бывают какие-то скидки Я хочу пойти туда Отучиться Там много практики Там получается Пять дней идет обучение Много практики Первый день Только теория Остальные четыре дня Полдня Теория Полдня Ты работаешь На моделях Модели, я вам скажу Там не из легких Я не знаю, где они их находят Но Там, по-моему Все от и до можно Найти на этих ножках Вот Но помимо этого Помимо 50 тысяч Которые нужно оплатить За обучение Там еще Требуется Прямо необходимым Вот именно набор От халата До инструмента И набор этот Можно приобрести у них За 10 с половиной тысяч Можно собрать самим Но первый день Ты приходишь Показываешь Что ты собрал И дальше уже Преподаватель говорит Что подойдет А что нужно докупить Там, допустим Или заменить Такой вариант есть Есть еще Онлайн обучение И там тоже Выдается диплом Там Даже специальность Они могут Как сказать Присвоить Но после Отработки То есть Ты проходишь Онлайн обучение Получаешь Диплом А если тебе Нужна специальность То ты Вот если я не ошибаюсь 60 часов Там нужно отработать Именно Я так думаю Что они тебя Закрепляют За каким-то салоном И ты там Педикюришь Все 60 часов Как только ты все Отпедикюришь Ты получаешь Уже специальность Вот Все как положено Там В реестре В регистре Где-то это все Зарегистрируют Я пока склоняюсь К очному обучению Но опять-таки По финансам Будем смотреть Что у нас останется После отпуска Потому что У учителей Отпуск Два месяца Соответственно Отпускный Он тоже получит За два месяца А потом Следующая зарплата Может будет только В аванс В середине Сентября Его отпускные Надо распределить Так Чтобы Не сидеть Потом И не думать Где бы взять Побольше клиентов Чтобы Во вторую смену Еще поработать Вот такие вот планы Такая Такая у меня пока мечта Но Я этой мечтой Говорю уже давно Мысль меня Это не покидает А если это так Значит Это нужно сделать Нужно это воплотить Потому что Некоторых девчонок Я не принимаю Когда я вижу Что про млебные ногти То Соответственно У меня нету Определенной квалификации Чтобы Помочь клиенту И мне приходится Их куда-то Отсылать Отправлять А так Клиентка Опять пришла Поранее Давно отлетели? Да Ну и видочек у меня Отпустила вторую клиентку Старалась работать Очень быстро Была вся на нервах Потому что Она пришла с ребенком Конечно же Не предупредила меня Об этом Просто Заходит с ним С ней И все Я вчера Я отправила Напоминалку От записи Она ничего не ответила Но она никогда Не отвечает Поэтому я знаю Она не отвечает Но она приходит Тут бац Она приходит С ребенком Ну куда? Ну это как минимум На три часа Руки и ноги делать Ладно Думаю Ничего Девочка вроде Не маленькая Взрослая Села на диване С телефоном И вот это вот началось Без конца Дергание стола Без конца Подходит Мама Почему ты этот? А почему ты не этот красишь? А давай вот этот Сняла все типсы Начала перебирать Начала показывать Начала показывать Свои любимые цвета Ну вы знаете Что это такое Стол без конца Дергается Она вот так облокачивается И маму Ей обнять надо И поцеловать надо Мама тоже нервничает Иди сядь на место Сядь на место Сядь на место Девочка порывается Пойти туда Став на кухню Мама ее Одергивает Сядь на место Сядь на место Ребенок сидит Я хочу пить Я хочу есть Вода у нее с собой была Еды не было Я не знаю Может она ее с садика забрала Ну бывает Короче ребенок голодный Мама я есть хочу Мама я есть хочу У меня есть Вон лежат Чокопайки Но думаю Сейчас она будет есть Она еще больше пить захочет Еще и в этом шоколаде Диван мне измажет Поэтому не стала предлагать Зажала Но это было Честно говоря Очень сложно В очередной раз Я уже ей говорю Руки сделала Я говорю Давайте педикюр отложим Ребенок же уже Замаялся Нет Добьем сегодня Потом кто-то позвонил Она сказала Приди забери ее Кто-то пришел Я еще отвлекалась Пошла дверь открывать Встречать Кто-то пришел Посмотрите Я тороплюсь У меня все летает В разные стороны Это туда Это сюда Тумбочка там открыта У меня салфетки туда улетели Лампу пытаюсь поставить Она у меня везде падает Я на нервах Короче Это был кошмар А не маникюр Педикюр Я так работать Больше не хочу Ну вот ладно бы Если она меня спросила Да там Свет Я с ребенком приду Я бы сразу сказала Нет Давай перенесем На какое-нибудь Другое время Когда тебе будет удобно Без ребенка прийти Ну меня же никто не спрашивал Ну вот почему Ну вот почему Девочки Кто смотрит меня Клиентки Пожалуйста Имейте ввиду Ну вот представьте Где бы вы не работали Ну вот к вам придут На работу С ребенком И вот ребенок Без конца Будет вас одергивать Мешать Толкать стол Ну в общем Это невозможно Вы будете нервничать Из-за того Что будете хотеть Побыстрее сделать свою работу И отпустить человека Ну это очень тяжело Не берите с собой детей Во всяком случае Спрашивайте у мастера Некоторые мастеры Лояльно к этому относятся И с удовольствием Принимают клиентов С детьми А есть мастера Таких как я Которые против того Чтобы приходили с детьми Это работа Наличие детей При выполнении маникюра Напрямую влияет На качество работы Мастер будет торопиться Мастер будет нервничать Не получится идеального маникюра Если вы на это согласны Блин Девчонки Вронила ножнички Представляете Видно да Вот эти новые ножнички Брови Которые купила Как они мне нравились Два раза только Поработала с ними И все Уронила Вот потому что устала Все с рук валится Смотрите что с ним Так жалко Иду домой Уставшая Даже не радует То что я заработала Сегодня Устала Ножнички Испортила Короче Вообще Не люблю такие дни Клиент конечно Здесь не виноват Просто так все складывается Что день тяжелый Но хотя Если бы она пришла Без ребенка Возможно Было бы все Гораздо легче И проще Надо порадовать себя Какой нибудь вкусняшкой Мороженое наверное Купить нужно Почти половина того Что сегодня заработала Потратила на вкусняшки